Я надеюсь, что я на улице купаюсь в такой горячей воде. Вообще горячая вода. Львана подпрыгнула мне под локоть, я чуть камеру не уронила. Писточка Любы. Можно пойти потом на речку? Самая крупная купальня в Европе и в Будапеште тоже. Всем доброе утро. Привет всем. У нас второй день. Мы сегодня направляемся... В бассейн. В бассейн под землей. Ну не совсем под землей, то есть это источники воды, которые выходят из-под земли. И мы хотим сегодня попробовать в этих водах горячих, целебных, полезных, полных всякими-всякими витаминами покупаться. Сейчас направляемся в самые крупные купальни Сечени. Самые крупные купальни в Европе и в Будапеште тоже. Это та самая улица, на которой мы живем. Такая самая шумная улица, на которой мы живем. Что ты хочешь? Мне дать грязь в пещень. Все куда-то спешат, да? А это вот там. А мама снимает. Вот так. Папа, ты сейчас не снимаешь. Папа, ты сейчас не снимаешь. Папа, ты сейчас не снимаешь. Гуляем по парку. А я стала маленькой. Стала маленькой. А я бащой. Бащой. Гуляем по парку и разговариваем о том, что деткам, которые гуляют в парках и на детских площадках, с чужими людьми уходить нельзя, да? А вы знаете о том, что нельзя к чужим взрослым подходить и разговаривать, и знакомиться, и брать конфетки и прочее-прочее? Пишите в комментариях. А могут просто конфетка быть ядовитая, а могут дать конфетку и забрать. Поэтому к чужим взрослым, пожалуйста, дорогие дети, не подходите. Мы нашли какой-то замок рядом с водоемом. А, он построен в 1904 году. Там сейчас на данный момент музей и храм, но, к сожалению, там все закрыто, потому что идет реконструкция, идут ремонтные работы. Можно только вокруг погулять и полюбоваться. Да, полюбоваться. Вообще, тут сейчас все в кранах, в реконструкциях, и мы как будто идем по одной большой стройке. Итак, перед нами, перед вами, вот оно называется Сечени Купальни. Сейчас пойдем посмотрим, что внутри. Наконец-то я его увидела. Милана ждала, ждала, ждала. И наконец-то! Наконец-то! Посмотрите, тут уже вовсю цветут цветочки. Очень-очень вкусно пахнут. Тут прям вот можно сидеть и все. И, в принципе, больше ничего не надо. Тут как пообычно стройка, как мы говорили о том, что здесь вокруг стройка. Мы подошли непосредственно к самим купальням. Вот так это выглядит. Такой вот прямо замок. Тут прямо мощеная дорожка. Мы зашли внутрь. Тут красиво, тут как прям целый музей какой-то. Ребят, что делаете? Животных плаваем. Животных плаваем? А водички. Тут же водичка кабает откуда-то, да? Да. Я не понимаю, что это застало? Мама пытается там купить билеты. Сейчас, может быть, все-таки попадем в купальни. А вот и купальни. Вот так вот они выглядят внутри. Точнее, снаружи. Это под открытым небом термальные источники. Можно зайти внутрь и покупаться непосредственно внутри в бассейне. Ну вот, наши залезли в водичку купаться. Ну что, как вода? Вода супер, ребят. Ой, она такая клевая, горячая. Я на улице купаюсь в такой горячей воде. Вообще горячая вода. И на улице всего лишь плюс 16. Мы сегодня в кофтах шли. И Даня даже в шапке. И в куртке. И в куртке. Но зато мы теперь в горячей воде. Клево. Милан, тебе понравилось? Очень. А говорят, это еще и полезно. Так, мы проголодались. Я хожу сейчас в поисках. Тут есть кафе. В одном сейчас побывала. Там, ну, бутерброды, чай, кофе. Сейчас еще в одну хочу зайти. Вот так выглядят купальни. Это как бы внутренний дворик. И здесь купаются. Ну вот, смотрите, здесь горячая вода. Только в одном, наверное, это бассейн. Видать, потому что не сезон. Потому что вот здесь, допустим, вообще нет воды. Кстати, я заметила, что тут все на трех языках. На венгерском, на русском и на английском. Видать, русских здесь больше. Ну, я думаю, этот вариант нам подходит. Да, то есть можно тут прямо перекусить. И даже посидеть, покушать. Ага. Отлично. А это закрытая купальня. Мы покушали, и детки решили покупаться в закрытом месте. Ну, пойдем. Ешь морской есть. Попробуем тут. Мы вышли из купалин. Вышли и сразу наткнулись. Это же парк. Нашли сразу детскую площадку. Тут вот какие-то построения. Детки пришли играть в песочек. Вы хоть с горки лучше покатайтесь. В песочке Любы. Мама, можно пойти потом на речку? Вот там вот речка. Пойдем, посмотрим. Речушечку нашли. Это папа река, да? Я думаю, что это просто крутик такой. Мы гуляем дальше по Будапешту. Тут очень красивое здание. Такая, как будто полуплощадь кругом. И красный автобус. Как без него? Такая вот машина. Лаптоп. Майкрософт. Прикольная такая машинка. Малюшка-прималюшка. Пойдемте. Кстати, мы узнали, что в Венгрии самые длинные трамваи в мире. То есть они самые-самые длинные. Сейчас я вам покажу. Вы сами поймете, что это так. Когда папа их увидел первый раз, он такой говорит, блин, а что они такие длинные? Тра-та-та-та! Та-та-та-та! Поехал, 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 поехал. И это все трамвай. О, между прочим, они клевенькие такие. Это еще одна достопримечательность. Как же Милана пройдет мимо такой юбки, да? Никак. Мы покушали и идем по ночному Будапешту, который сейчас весь в огнях. Сейчас хотим посмотреть на ночной Дунай. да 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 а мы все гуляем и гуляем и уже нагуляли настолько что наступила ночь я просто на самом деле хочу показать ночной дунай а дети военное дерево нашли опять красиво такая вот тут красота мы на мосту сели посидеть посмотреть на красоту и попить чай но сегодня наш день заканчивается ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал всем удачи всем пока пока вкусная пирожина милана не забывайте подписываться на наш инстаграм ссылочки в описании это точно мы попрощались но я не могу не показать папе принесли десерт это местный десерт блинчики написано с творогом представьте как интересно смотрится принесли в ой вкусненько как пап как вкусненько смотрится запеченные сыром с творогом в общем приятного всем аппетита вот так часто вот как Valve